всем привет сейчас хотим провернуть мясо собрать мясорубку сейчас надеюсь мужчина справится с этим грязным делом и вот эту штуку только не забудь засунуть помочь подсветить так через какую мы будем крутить так через самую большую да потому что мясо я думаю оно такое наверное достаточно жилистая более такое до курица она помягче а лезвие ты правильно вставил я вот не помню как она вставляется всегда но не напомню а она что правильно но справедливо такую толчушечку о замечательно так на рабочей стороне режешь давай сейчас надо это чашку достану холодная но только из холодильника конечно так а во что же нам вертить моя вот это любимая занята да а что ты сказал так давай вот в эту миску о нормуль все от меня маркер не принес подписывать пакетики сейчас заготовим мясо сделаем чебуреки так хочу чебуреки жалко конечно тесто вывозь немного а мы тесто купили это хорошо я весь грязный жир все промыла сверху видишь все обрезала поэтому это хорошо оно все перемешается моего потом все перемешаем так пакетики я заготовила холодная что поехали давай давай попробуем так ну сувай а тупо о замечательно ага замечательно да И жирок есть Даже не надо сало отдельно Так, вот столько у нас получилось фарша Это очень быстро И во-вторых, нисколько покупной уже готовый фарш Не дешевле, чем вот купить мясо И я считаю, что Ну уж мало ли, что покупной фарш там намололи тебе Понимаешь? Хвосты, шкуры Вот мне нравится, что тут все же жирок есть Не надо отдельно сало промалывать Нормально все перемешаю А тебе этим неудобно? Ну пока нет Хороший, конечно, удобный Вот так, сейчас расфасую его по пакетам Открой шкаф, там маркер, там лежит на тесне Сейчас Что? Вот сейчас там уже намолим намерен зато тут прекрасно знает что у тебя чистый фарш без всяких добавок все это делается быстренько все можно включать да давай давай как она включается и давай не смотри мясной кусок жирный кусок вот так чтоб у нас был фарш мясо да да и сейчас по пакетам и его насортирую какой фарш да хотя можно было так рукой взять зачерпнуть я как это ну не рукой а пакетом так значит как в магазинах да и рукой так в общем надо сделать на макароны по-флотски чуть-чуть на ежики и немного побольше пакетики на котлеты разложить до шикарно так сюда откладываю сейчас сортирую как хорошо что мы все же до фарш купили вот так как в магазинах берут выворачивают пакет и вот так вот пока него там берут и накладывать ну конечно не работают в магазинах значит очень долго постараться что это окно да да надо чтобы она еще полежала в этом анти жире ты знаешь что я надо на ночь положить мы сейчас отмываем нашу шашлычницу от вчерашних посиделок это конечно сделать достаточно нелегко вот такие пакетики я заготавливаю вот так там и жирка чуть-чуть как раз не надо не кладу я не лук не специи ничего это потом когда уже фарш растает туда можно потереть и лук и положить всякие специи какие нравятся смотря для какого блюда поэтому сейчас мы крутим чистое мясо на экстренную заморозку и кошка крутит вот если бы вы сейчас ее видели она крутит прям под штативом сидит под штативом помощница ты моя помощница прям села поджимать их сидим все давай продолжаем это в конце дайте а хлеб пока нельзя потому что он закиснет а нам надолго вот мы его будем есть до будем есть это самое достаточно долго вот чуть-чуть попалась это вот такой сосудик там но это ничего страшно ведь я хотела его вырезать а не выбрала думала ты вырежешь ничего да ничего страшного там сосудик и сейчас мы сделаем чебуреки я купила уже готовое тесто в пятерочке очень хорошо что стали сейчас продавать тесто для пельменей для вареников сейчас прокрутим еще фарш на пельмени и как они чебуреки вареники все вареники чуть меня не поправляешь ли все вареники она есть что-ли вот она у нас это кошку не поймешь на волосе нет она не ела ты много ей не давай сырого мяса да сварить и шикарно так что теперь ждите новых рецептов с фаршем да кстати пиццу можно сделать с фаршем и очень хочу вот эту картофельную запеканку сделать я конечно хочу запеканку сделать эконом но это для тех кто хищники вот ну конечно да это для хищных для хищных людей я хочу сделать запеканку эконом картофельную и запеканку покажи кстати сзади тебя картошка какой мы шикарную картошку купили Ага, давай Пятерочки сегодня купили шикарнейшую картошку Очень долго я не могла нигде такую найти И поэтому не могла вам рецепт Приготовить, что картошку запечь Нашла вот такую гигантскую Картошку Так что теперь будет рецептик Обязательно запеченный в духовке картошкой Взяла 5 штучек Ты не посмотрела, насколько она на 2 килограмма Там повесила По 50 рублей она, да? По 49 По 40 По 42? Нет, вроде 49 Она там у них на ценники Вот эта вот большая Ну что, ест? Ест, но сейчас задумал Ее не понять Нет, живет, что-то шарит Удивительно А сейчас мы вот то мясо Прокрутим уже вместе с луком Ты можешь лук чистить Спасибо большое И плакать Плакать и чистить Можешь уже чистить, плакать лук Мы сейчас все прокрутим На чебуреке Зелень порежем Вчерашний лук остался на луке О, а может вчерашний лук прокрутить? А его же без... Что там? Там ничего нету тоже Вот идея Мы сейчас попробуем прокрутить вчерашний лук Точно который у нас остался Прокрутить его в фарш для пельменей И чебуреков Сколько надо остаться на лимон? Да, лимон и помидор можно оставить Он для сочности Во, все Мы сейчас это и сделаем Все, давай Докладывай мне последний фарш А то я не могу Вот сюда докладывай Давай вот этот пакет сделаем побольше Да, потому что Может быть это будут ежики Это на ежике Я вон там уже заготовила Это может быть ежики в духовке Ну большой пакет давай сделаем Мало ли на два блюда пойдет Воздушный такой Ну еще бы Эту не убирай Потому что мы сейчас еще будем крутить Фарш на пельмени и чебуреки Ну и вот столько фарша у меня получилось Сейчас отнесу его Куда? В морозилку На экстренную заморозку поставлю А мы сейчас будем прокручивать еще фарш Для пельменей и для вареников Так, Сусанюнь, давай Лук Лук давай тот попробуем Если будет мало Еще прокрутим Разрежем А ты пока режешь мясо Крути его Давай Сейчас будем делать пельмени, вареники Я покажу тесто, которое мы купили Дошка, да? И нож Я помню Какой? Вот этот ножик? Да Нормальный? Сполоснул? Что-то он воняет Это за это Кошка все, не доела Не знаю, что тут сберегает Не знаю, почему душем не льется Не поймешь Так, я отнесу Ты режь мясо Давай, давай, давай А я А куда ты его кинул? Да-да-да-да А я отнесу мясо Я что, и спать все Так Слушай, сколько у нас фарша Как я давно мечтала Так вот опять купить Давно мы не покупали Пойду отнесу На заморозку Мауся Я несу Фарш Ну и куда просто фарша Положи мне нату Куда фарша Куда Снимаем на кухне Снимаем Так, у нас остался от маринада шашлыков Пчела Вчера лук Вот так вот много Там с минеральной водой И мы его тоже прокрутим Там нож В этот самый Ой Тихо-тихо На, маленький поставь Давай Прокрутим фарш для чебуреков Купила я сегодня Ходили в магазин Купили Вот такое вот тесто Это тесто для пельменей Беру уже второй раз Делаю Пельмени Уже второй раз Очень тут много Очень понравилось Конечно, покупное С домашним не сравнить Но по-быстрому Достаточно вкусно У нас разбирают В пятерочке Просто на ура Также появилось Вот такое тесто Для чебуреков Взяла Сейчас попробуем Сделать чебуреки Здесь, конечно, очень много Но мы не будем делать Так много 180 суток хранится Прикольно Даже можно замораживать Можно замораживать При 18 градусах Обалдеть И купила вот такую Лапшу домашнюю Тоже Хочу сделать завтра Суп куриный С домашней лапшой Все разбирают Как хорошо, что мне досталось Домашняя лапша Нам пока не нужна Поэтому лапшу Я в холодильник унесу Лапшу сделать Вот пять минут Да, Саня? Да Ну что Все, мы запускаем А мы с тобой как рейтинг Давай, запускаем Прям туда Прям сюда Да А не надо отжимать Ты прям с водой Да Буду все равно Фарш надо доливать Да Буду все равно Фарш доливать О, как меленько, да? А где за кукулка? Да Ты прям с водой? Да, 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 да В холодильник унесу нормально слушай, мне кажется, не надо он и так какой-то луковый-луковый прям получился не, не надо не, луковый-луковый, и водичка там была и он же маринованный сейчас чеснока мы сюда надел все, эту можешь мыть а я сейчас пока намешаю фарш обалденно, да? я просто вообще а чили твоей сделать? нет, я еще не снимала сниму, похвастаюсь попробую сейчас такие пельмени получатся такие чебуреки слушай, я прям чили побольше да? да, да не скупердяй не скупердяй там половина заберется вот даже воды мало воды надо, конечно, еще фарш должен быть такой сочный и соли мало дай-ка я перчику еще чувствуется, что лук маринованный да? ну чуть-чуть же вот вода есть не, очень вкусно ты думаешь, вот эту воду? не знаю ну, эту воду вообще не споднялся давай эту вот так все вода все равно нужна Сашуль он тогда более сочный пельмени более сочные сейчас фарш в себя все возьмет всю воду она как бы не будет вон, посмотри он тут же воду забрал все и вот таким перцем крупным только пересолив мясо можно испортить ну, или пересушив правильно? да а так чем может испортить мясо хорошая хозяйка зелень, конечно, у нас очень дорогая да? я вчера думаю даже обойти а посмотри какая посмотрите, какая у нас зелень да? одни балки вот это что? сейчас половину выкинешь собаки сейчас не когда собака была мы даже все замораживали вот эти вот балки а потом в суп все вот эти я никогда не выкидывала всегда варила суп потом и все собаки знаешь, где кошка спит у мамульки в кресле ну, она мясо наел и тихать на нож хотел да но она просто сторожит чтоб, не дай бог, мамулька никого не привела там да раньше же она никогда не позволялась она даже не заходила к мамульке в комнату ну, так вот что значит что балаба ей не привела ага что вдруг кого-то приведут нет, я буду кискою я буду кисунькою миленько прям постарайся только пальцы не отрежь а то я думаю, чебуреки с пельменями с пальцами не очень вкусные я вот миленько слушай, там укроп-то было 50 грамм и 30 грамм отходов да вот так нет, ну тот укроп, который хороший который, знаешь, лежит таким веником красивым он стоит 50 рублей там сколько? 100 грамм, наверное, да? а вот эти вот 20 грамм вот 20 грамм тут укропа вот 20 грамм укропа сейчас можно взвесить там грамм укропа и 20 грамм отходов так, куда это? жалко, конечно да, все сюда в фарш давай и вот ту укропину тоже давай петрушину тоже сюда знаешь, мне кажется, еще надо посолить вот соли-соли попробуй я, кстати, где-то тут смотрел а, сегодня мы смотрели ну ну под Москву, вырезать ага а, повар говорит, соли тебе, говорит, не стесняйтесь прямо это что? что-то он делал, знаешь, что он делал утку какую-то фарш в утку засовывал вынул из нее кости фарш туда насовывал а, он делал фаршированную курицу да, и сказал, что вообще на соли в таком фарше не надо экономить солить и говорит, что он куда-то девается ну, ну, все равно ты знаешь, мы особо немного не солим потому что лучше вкус самого продукта ну, все, не надо подсолить потом хватит да, все, хватит я тоже думаю ну, сейчас давай это и помешаем и чеснока сюда так, ты надавишь чеснока а я давай ты давай я надавлю у меня, правда, сила не хватит ну, давай ну чисти, чисти я надавлю чеснок ой, не знаю я никогда чебуреки не делала получится, не получится я даже даже не представляю как это мамулька в этот раз очень много петрушки купила прям у ней целый этот целый тазик там петрушенцы ну, надеюсь, сейчас ее много будет мать сюда скупает да чеснока я тоже, конечно, не пожалела люблю чеснок он все равно там сварится и сжарится его не будет чувствоваться кто не любит чеснок чеснок можно вообще не класть это не первая необходимость в этих приправах кто не любит, не кладите ни перец, ни чеснок, ни зелень поэтому это все чисто по желанию чисто на любителя туда прям кидай ой, слушай а вот эта штука, конечно, очень ароматно ароматно пахнет, да? да ну что, прям бросать туда? да, прям туда бросай и все это надо мешать да поменьше поменьше, прям, ну ты вообще как у меня суперповар в труху уже все в труху все истрес обалдеть вот так вот что значит хорошие острые ножи в доме это да посмотри, ну в труху я так не люблю петрушку резать но ты в труху измял вот так я не вымешаю, конечно давай, придется руками давай, я все уберу чеснок попался кушай, кушай, всю рыбку а мы попробуем ой, главное дырку не сделать видишь, какое солнце давай, закрой закрой, закрой, а то ничего не видно будет о, шикарно так мало? угу я думаю, одну ложку достаточно вот так распределить его тоненько оно же должно успеть приготовиться и тесто не должно сгореть да и оно должно успеть приготовиться я считаю, вот так прям нормально да? я думаю, да таким слоем не толстым ой, я забыла водой смочить его же надо водой смочить иначе оно не приклеится как ты их назовешь? чебуреки? да я даже не знаю чебуреки для лентяек о, да да тесто лень все лень все лень нет, ну фарш то свой домашненький, готовенький ну, знаешь некоторые, наверное, покупные покупают да, можно спокойно сделать с покупным фаршем это вообще тогда будет нет не то слово нет, ты помнишь мы раз купили фарш и выкинули да я испортила блюдо я делала каннеллони купили покупной фарш и выкинули все потому что я не знаю, что это был за фарш надо сделать каннеллони, но уже со своего хорошего фарша он переморожен, да? нет, он был хороший фарш он был не замороженный и, кстати, он был очень известный этой марки не будем озвучивать какой мерзкий он был известный очень компанией, которая фарш а почему не будем озвучивать? делает ну, не хочу, не надо зачем? потому что другая продукция у них очень вкусная мало ли, может быть фарш было какое-то хранение неправильное было интереснее ну да, ну нет, конечно вот такой у нас получился чебурек вот такая красота вот масло уже там нагревается посмотрим Сань, мало ли какое неправильное хранение было понимаешь? ой, вкусная куда ты? сюда, давай, съем мы еще едим рыбку вчерашнюю вчера мы так ее, да, не успели съесть а сегодня мы ее доедаем а? с молокой даже так, я думаю, ложки достаточно нет, чтоб с икрой было ой, опять не смазала ну вот что я за человек это для самой ленивой хозяйки надо, чтобы вообще даже смазывать не надо было да? что? ничего так фаршик разровняли до краев не доходим так что если вы ленивая хозяйка приготовьте такие чебуреки купите тесто такое тесто продается в магазине Пятерочка не знаю где продается еще в другом месте или нет но посмотрите в магазине Пятерочка там продается и лапша домашняя и тесто для пельменей они уже порезаны даже представьте мне надо не месить не кружочки даже вырезать все за вас уже продумали вырезали да я уже готовила два раза если вы готовите и ваш муж не знает то вы даже вполне можете выдать это чисто за свои чебуреки ах вот так ты меня обманывала а как ты это был мой секрет а что ты думаешь я варю суп в пачке и говорю что это мой ах вот так я тебя нахваливаю Нет, нет, конечно же, нет. Ну и вот так с другой стороны, такой контрольный. Так что вполне можно... Муж приходит с работы, говоришь ему, ой, я так устала, иди мой посуду. Я весь день тесто месила для чебуреков. Да, да. Вот так, какие мы женщины хитрые. В общем-то у меня тайны все расскажут. Ну, ты-то у меня знаешь... А это что, икра? Понимаешь? Ты-то у меня знаешь, как я готовлю. Так что что тайны? Я просто для тех хозяюшек, которые, ну, на самом деле, может быть, не умеют готовить. Или времени нет на готовку. Понимаешь? Бывает, времени нет. С утра пробегала по магазинам, по салонам красоты, приготовить некогда. Муж вечером придет злой, и ничего нету. А тут раз налепила, налепила. Можно положить в холодильник. Вечером пришла, зажарила. Все. Вот так. Нет, причем по салонам. У меня параллельная организация. Работала дама, которая приезжала на работу в 9, а уезжала в 11. Вот. Вот это люди на работу ездят. Я говорю, извините, а зачем вам это все надо? Ну, жизни нет у человека. А, без выходных. Ну, там один выходной. Почему нет? Кстати, на еде наработала. Ага. В этой, пятерочке, только в офисе, в центральном. А, ну, так люди и ездят на работу. В их с пять вот. Нет, жизнь просто на работе. Все, вот такие чебуречки получаются. Такая вот красота. Сейчас попробуем бросить их жарить. Так, запускаем. Боюсь развалиться у меня до того, как я их запущу. По два, наверное, да? А масло кипнуло? Кипнуло. Масло кипнуло. Сейчас посмотрим. Не знаю. Главное, чтобы не сгорели. Я делаю это первый раз. Нет, еще нет. Верегмент переворачивать? Да, надо переворачивать обязательно. Сейчас они там подрумянятся, перевернуть их. Нарви мне полотенчика, я буду их на полотенчик складывать. Чтобы они стекали. Побольше штучки. Ну, не знаю, эксперимент всегда должен быть. Не бойтесь делать это дома, экспериментируйте. Даже вот попробуйте так, с покупным тестом. Мужу скажите, что... Муж сожрет. Ну, что такое слово сожрет? Не сожрет, а скушает. Ну, есть кому скормить еще. Да. Так, надо как-то это, может, двумя вилочками. Мне, наверное, будет неудобно этой лопаточкой переворачивать. Ой, сейчас я бы ляпаю с меня, конечно. Так. Ну, вот, великолепно. Великолепно. Только еще надо, наверное, да, чуть-чуть поджаривать? Да, да. Шикарно. Так что, пробуйте мужу, расскажите, что вы целый день возились на кухне и мяли это тесто. Вот так. Потому что получится очень вкусно и по-домашнему. Ну, если мужья смотрят... Ну, что сделаешь? Мой канал больше для девушек, а не для мужей. А если мужья смотрят, узнают сокровенную тайну. А смотри, он как поднимается. Я-то думала, он не поднимется. А смотри, поднимается. Ну, мы сейчас его тут пожарим. Я, наверное, траны перевернула. И тут, там пожарим. Такая красота у нас. Главное, чтобы не сгорели. Да? Так. Сейчас еще сделаю. Не прилипнет он на меня. Надо было мукой чуть-чуть присыпать. Смотри, чтобы не сгорели, пока я тут леплю. Захотелось так чебуреков. Посмотрим, не знаю. Рыбу смажет. Да? Не знаю, как на нее напарим. А это случайно. А это случайно такая рыба только ищется. Ну, у нас такая же продавалась хорошая рыба в этом самом. Верную. Помнишь, мы брали всегда. А потом что-то она пропала. Все. Перестали они ее возить. Ну, она была в картонных, там коробка закрытая. В картонных, как знаешь, в советские времена. А здесь можно выбрать. Хоть видишь. Да, да. А там была в картонных таких, как в советские времена. Продавали эту салаку. Что еще продавали? Ой, его. Мы в магазин «Океан» всегда ходили. И вот эта салака, конечно, она была на каждом. Ой, что-то там у меня есть. Нет, ты говоришь. Так что рыба раньше была безумно вкусная. Сейчас, кстати, мало где продают такую салаку. Очень редко где можно. Ну, именно вот такого плана, как старосоветскую. Нет, нет. Вот как в Оршане появилось, интересно. Мяса много не кладем. Так, вилочкой тоненько распределила. Я надеюсь, что там фаршу надо. Тем более в таком масле, да? Чуть-чуть. Ой, главное, чтобы не сгорело. Опускаю. У меня тут, походу, продырявился. Так, вот такие чебуречки получаются. Вот такая красота. Сейчас еще опускаю. Наверное, я... Сейчас попробую, сколько их надо держать. Вот так. И пельмени, конечно же, я буду пельмени. Сейчас будем делать пельмени. Ну, пельмени, наверное, будут уже в отдельном видео. Все. Так что со всеми прощаюсь. Смотрите рецепт. А, в отдельном? Да. Смотрите не рецепт, а фотки еще выложу в Инстаграме. Так что вот так мы сегодня накрутили мясо и налепили таких чудных чебуреков. Да. Вот. Фотку выложу в Инстаграм. И все. До свидания. Всем спасибо. С чебуреки я сейчас налеплю пельмени. Пельмени тоже взяла. Вот такое интересное пельменное тесто для пельменей. Сейчас я... Ну, не буду отрезать. Прочитаю вам состав. Мука пшеничная, вода, крахмал, яйцо сухое, соль и масло растительное. Так что очень хороший состав этого теста. Тоже можете его выдать за свое. Смазать надо его так водичкой, чтобы оно слепилось. Я побольше смазываю, не жалею. Поэтому, когда мне хочется пельмешек, по-быстренькому мы, когда вот фарш прокручиваем, я всегда беру это тесто в пятерочке. И быстренько-быстренько еще налепила пельмешек своих вкусненьких. Санька сейчас пошел в магазин. Купит к чебурекам лимонад. Так что сейчас пойдем будем есть чебуреки. Пить лимонад. Хочется, конечно, кружочки такие маленькие. Свои домашние пельмени можно, ну, со своего теста можно делать какие угодно кружочки. Хочешь большие, хочешь маленькие. А тут уже все порезано. Я не знаю, сколько здесь получается пельменей. Ой, у меня какой-то надо убрать. Может быть штучек 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. На шестьдесят пельменей я считаю это очень достаточно недорого. Стоит это тесто в районе ста рублей. Иной раз на него бывают скидки. И можно купить его за шестьдесят даже рублей. Когда за шестьдесят рублей, я тоже всегда беру, тоже всегда делаю пельмешки. Его даже, кстати, можно замораживать. Там при минус восемнадцати оно хранится. Сейчас я вам скажу. Тесто можно заморозить. Даже при минус восемнадцати его можно заморозить. И на сто восемьдесят суток. Это получается почти, наверное, полгода. Так что сейчас я долеплю эти пельмешки. И будем кушать. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok